Посижу с тобой, показался, как это, здесь много... Вот это наш здесь, это герой, в Геленджике, видишь камера теперь какая-то, в 4К снимать теперь будет. А чё герой, кто герой? Ну ты, ты герой, наш герой, это вот на такой машинке. Я в эти, как они, шоу телевизионное, типа там, герой там, да, герой из героини. А надо, кстати, что-нибудь придумать тебе это. Или в геросине, я в такие игры не играю. Светяшки какие-нибудь, у меня же сейчас... Ни в героин, ни в керосин, я не играю. Я-то вчера в этом магазине, это, это, что-то, разговорились, разговорились. Чё-то скачил. Давай постоим, я-то насижу всегда. Да, давай постоим, да я-то это, так присел, чтобы, типа, снять. Ой, а игрушку классно-то, ты её где взял, дома же, или прям специально купил, чтобы вот так? Ну, купил, конечно, их за две, ты видишь, что они... Да. Это ещё редко найти такой комплект. Ну, в смысле, в условиях Геленджика я просто, наверное, единственное. На Авито углядел. Много игрушек продают в Геленджике, но вот таких вот, чтобы две белочки. Я ещё этого, мишку там купил, ну, на трицикл посадил. На трицикл. Там он поменьше. Панда, панда такой он там красиво тоже сидит на своём месте. А эти большого размера, прям, и яркие, прям, очень удачно. А у меня контроллер сгорел. Под цвет кара, то есть все уже, ну, как бы, кто думает, уже так и было. Нет, так не было, там было херня. А сейчас вообще как на машине, да? Да, оно ещё в цвет, ты видишь, подсветка вся в Гольфкару. Чёрно-белое. Ну, да. Да. И серенькие старые. И эти, да. Хорошо, что не белые. Красиво выглядят даже эти ушки теперь. Ну, это специальные, да. Это Гольфкар. Да, видно, что они такие, знаешь, классные. Они функциональные. А ты, кстати, тот купил твоих? У них видно классно вообще. Не стал? Что? Тот не купил твои старые? Ну, Вова. Вова, не, он же такой барахольщик не стал. Ему не понравилось, что там надломанное, на что-то там. Хотя я там всё это и залил. Он клей специальный, как, ну, типа эпоксидный, там, короче, металл. Он всё держит. По-белому, Гриша, да? Не только по-белому, а по-японски. Сибиряки, видишь, он как ходит. С паренщиками ходят. Ха-ха. Цынга, цынга. Чуть и упал,ujin. Хую-та. Хую-та. Ты только выскочил? Помню время, когда там было по-английски модно. Это лет сорок, прямо моды, тогда еще она, прям вообще модный, мало кто мог, потому что интернета не было, научиться сложно было, ну, в школе понятно, что словари есть, но все равно, очень модно было. Сейчас я чувствую, сейчас китайский попрет в моде. По-любому. Прямо, как сейчас там, это, летс гоу, там, уж наизусть, наверное, так что-то китайское было. По-любому. Ну, лихао изучай, ну, спасибо. Да, да, да. А цунгоу, это не ругательство вообще-то, я немножко не так, то ли... То ли как оно, цунгоу, то ли цунгоу, то ли цунгоу, китайцы, это китай, китайцы, китайцы очень удивлены, что весь мир их неправильно произносит. Китайцы, китайцы, какое вообще отношение никакого к этим словам они не имеют. На самом деле, чина, правильно чина всегда было. У них есть хань, цин, цунгоу отсюда произошло, вот, это они понимают. Вот, мао, так далее, а китай, китайцы, или чина, чина, они вообще не поймут, откуда это взялось. Откуда чая, сколько много в Китае. Вот это для них, наверное, я так чувствую. Нам еще бы китайские женщины сюда. Так как они сейчас против Америки, чина, наверное, уже ругательное слово у них китает. В Америке ругательное теперь есть слово. Да ты чина, он, да пошел ты. И к чайным традициям никакого даже не имеет. Там в Америке, наверное, ты чина, да фак ю, фак ю. И с пистолетами бегут. Мазлопарка, да. IQ человека проверять по слову China. Говоришь, China по-английски да, Китай. А почему? Ну, как бы, потому что чай, ну, чай. Китай же чай. Поэтому чай. И типа, если поддержал, если поддержал, то все понятно, типа. Отсюда и... Блин, отсюда. Еще у нас эрудицию. Не возьмешь тогда это. Но все равно попасться может. Молодой, потому что ты еще молодой. Неопытный, неопытный. Подъебать можно, короче, еще. Дети мало-мало-меньше. Жена молодая. Короче, и сам тоже. Что, я зря-не зря сегодня выехал? Да не зря, я думаю, что-нибудь... Чуть-чуть... А у меня прет же эта, 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 ставридка, эта... Да, да, рыба, рыба. Да, собачек пропал, она у меня в морозил. Ну, на таком расстоянии не прет. Да. Ну, понятно, я ее только просто... Пока раскупорил руки уже, обтер хоть все равно. Да, да, да. Да быть, кто сядет, посмотришь, поменьше, кто будет, это... Потревать. Да, слушай, что у тебя там на спине? Хоп-хоп-хоп. Да ладно, что, Женя, дай помасать. Да господи, заедь, 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 заедь сегодня акция, попшикать все можно, блин, каждую подмышку, блин. Вот в этом. Могли косметичку, одеколоном бахни, ядовитым. Все. В наше время обесценивая секса, сейчас уже со словом дай помасать, это значит руки потеять. А в ноги похуй там. В кокточку руки почистить. Ой, какой хороший материал, хоп-хоп. Здесь чуть-чуть, там чуть-чуть, хоп-хоп. И ручки чистые. Анекдот хороший. Сидит, короче, на столе баба, а мужик под столом. И, короче, она набирает ему на сотовый, говорит, дорогой, ты где? Она говорит, что телефон твой новый разбил. Собаки знают, на что писать. На всякую китайскую. А вчера я на лыжах ездил, но вы них не видели. Ну, это качество доказательства, что вчера. Так-то у меня дневное фото лучше, но вчера я вместо этого. А откуда ты, Сочи? С Красной Поляной? Нет. Сейчас увидишь как. Лаганаки. Вас всему учить надо. А ты можешь контрастных добавить? Телефон. Да, конечно. Я же специально делаю. Да, ярко-ярко у меня. Хотя у вас ярче. Тебя-то точно я знаю. Потому что ты же еще тот блогер, блин. Специально такие. Не жалеет денег на телефон, чтобы свои эти, получше качеством выкладывать. Выкладывать. Вот именно вы. С Никитосом мы вчера тебя обсудили. Это он был оператором. Ага. Он даже, это, он думал Никитос, но этот, знаете, да? Никита. Да. Это. Как у него, чтобы, ну, Никит, мало ли, как его еще назвать-то. Как-то он фамилию мне назвал. Короче, он думал, что я так же, как и он, буду в интернет выкладывать там, в эти инстаграмы, телеграмы. И поэтому он говорит, ты подпиши, что оператор. И вот назвал фамилию за у меня. Да, правильно. Я говорю, Никит, ты че, у меня даже мысли такие нахрен мне это выкидывать. Я до своих это снимаю. Так, вот оно. Первое. А, прикольно. Это я прямо вчера. А это сложно? Ну, чтобы это, ну, скажем так, я думаю, что для вас очень. Выдыхаешься? Особенно на этих, на этих вообще. Выдыхаешься? Так, вот вам это. Чтобы видно было, как они выглядят. Вот они такие. Лыжи. Ну, немножко укороченные. А эти такие какие-то? Это внедорожные, они стоят кучу денег. Они тяжелые из-за этого. Очень. Прикольно. Слушай, очень круто. Ну, такие внедорожники точно. Я думаю, один не то, что в Геленджике, а в Краснодарском крае, наверное, даже. Вот. А лыжи-роллеры, понятно. Ну, вот здесь дольше я вижу. Видишь, быстро. Ну, быстро. Офигенно. Можно еще быстрее, но это надо разгоняться. Что это за город? Еще Америка, блин. Лос-Анджелес? Что за приколы, Гриша, какие-то, ну, не знаю. Да ты просто голый. Мне не понравилось. Из трусов, я думал, Америка. Я думаю, что это за херня тут. А, это это. Какой-то обзор. А кто тебя снимал-то? Никитос. Вот этот вот толстенький. Так, Никита у нас это, который разговаривает не очень плохо. И который... Хромает? И который... Хромает который? Хромает который. Который хромает. Ха-ха-ха. Смотри, я сейчас покажу Никиту. На самом деле, Никита нас обманывает. Он нормально ходит. Смотри, посмотри. Я сейчас тебе Никиту покажу. Смотри. 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 Па. Смотри. 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 После 8. Всего 10 минут снимаем. Пятерочки. Как такое может быть? Большая пятерочка. Там. Для всех. После 8 для всех минус 20. А мне еще дополнительно. Это короче.